Вот это производство и есть новая линия лесопеления. Круглые, необработанные брёмна здесь превращаются в готовые материалы из древесины. Процесс, кстати, безотходный. Такое производство открывает массу новых возможностей для региона. В первую очередь экономических. Теперь здесь будет на 22 рабочих места больше. При двусменном режиме линия лесопеления сможет ежегодно перерабатывать порядка 48 тысяч кубометров древесины. Часть этого объёма будут продавать за рубеж. Покупатели уже есть. Экспортные контракты имеются, так как помимо этой линии у нас есть основной цех в агрогородке Лесное, где мы и раньше занимались лесопелением и отгружали, соответственно, данную продукцию на экспорт. Проект начали заниматься в прошлом году, с февраля месяца. Это даёт получить предприятию дополнительную выручку, соответственно, дополнительные рабочие места. К слову, об экспортном потенциале продукции. До санкции основным рынком сбыта пиломатериалов из Беларуси были страны Евросоюза. Туда поставлялось более 56% продукции лесного комплекса, которую в 2021 году включили в санкционный список. Переориентация не заставила себя ждать. А вместе с ней и результат. Экспорт белорусских пиломатериалов за прошлый год достиг рекордных показателей. На продажу за рубеж ушёл без малого миллион кубометров. Мы в прошлом году реализовали полтора миллиона кубометров пиломатериалов и без пару тысяч – миллион на экспорт. Это в основном дружественные страны. Если сравнить с 2022 годом, это больше 250 тысяч кубометров. Что это даёт? Отрасли, государства. Отрасли – это люди работают в цехах, государству налоги платятся. Отрасль динамично развивается. Мы видим, куда идти и знаем, как идти. Если до ограничений на экспорт ежемесячно уходило 60 тысяч кубометров пиломатериалов, сегодня речь идёт о 77 тысячах. Это исторический максимум. Высокий спрос на нашу продукцию в Китае, Азербайджане и странах Средней Азии. Да и Европа по-прежнему нуждается в белорусских пиломатериалах. Как неоднократно замечал президент, бизнес есть бизнес. Для того, чтобы продать, надо продавать в любом месте. И нельзя уходить с европейских рынков. Если нормально работать, можно и в Европу продавать, куда угодно. Сейчас бесится наше беглое или с подачи беглых, Запад начинает смотреть. Как-то так. Мы увеличили по некоторым товарным группам в 3-5 раз товарооборот с той же Польшей, которая, ну, чуть ли не врагом рисуется в Беларуси. Какой она враг? Для бизнеса нет друзей и врагов. Есть интересы. Поэтому они и в Польше, и в Германии, и в Евросоюзе в целом есть. Но с ними надо аккуратно работать. Белорусская продукция востребована во всём мире. И, как показывает практика, даже санкции не становятся серьёзной преградой. Покупают за качество. Тем не менее, довольствуются тем, что имеем нельзя. Глава государства ориентирует повышать стандарты. В год качества, да и всегда, производимая продукция должна быть на высочайшем уровне. И никак иначе. Это не прихоть, а суровая жизненная необходимость. Вопрос будущего страны и народа. Наша продукция должна быть качественной по всем характеристикам и параметрам. Надо брать исключительно качеством продукции и обеспечением необходимого для потребителя сервиса. Мы должны выйти примерно на японский уровень качества. Повышением качества нужно заниматься постоянно. Как и вопросом импортозамещения. Ведь о важности технологического суверенитета сегодня спорить не приходится. Чем выше будет уровень локализации продукции, тем увереннее мы будем стоять на ногах. Инициатива «Один район, один проект» остаётся одним из важнейших инструментов импортозамещения. На сегодняшний день в списке 190 проектов стоимостью 8 миллиардов рублей. Их реализация позволит создать более 9,5 тысяч рабочих мест. К слову, в этом году существенно вырос объём инвестиций таких проектов. Сумма составила порядка полутора миллиардов рублей. А это на 500 миллионов больше, чем в 2023-м. Силы и средства, затраченные на воплощение бизнес-идеи, себя оправдывают. Уже создано более двух тысяч рабочих мест. До конца текущего года обещают завершить около полусотни новых проектов. Алина Мычко, Полина Королева и Николай Гончаренко. СТВ.